Что за вещество кофеин и где он содержится? Какими полезными свойствами обладает кофеин? Какое негативное воздействие на организм может оказывать кофеин? Смотрите видео до конца и узнаете, в чем польза кофеина и почему не стоит употреблять его в больших дозах. Перед просмотром видео хотим сказать вам, что мы рады очередной встрече с вами и пригласить подписаться на канал тех, кто пришел первый раз. Человеку во многих ситуациях необходимо стимулировать собственный организм, например, рано утром, чтобы проснуться окончательно и собираться на работу. Ему необходимо поддерживать активность организма в ночную смену, при необходимости поработать дополнительные часы. Натуральными стимуляторами в данных ситуациях являются кофе и чай. А все благодаря тому, что в них содержится кофеин. Что за вещество кофеин и где он содержится? Кофеин является алкалоидом. Это натуральный растительный нейростимулятор. Его действие основано на том, что происходит блокирование рецепторов чувствительных к аденозину. Аденозин сообщает организму об усталости. Так как кофеин перекрывает чувствительные к аденозину рецепторы, то ощущение усталости не возникает, сохраняется работоспособность. Еще кофеин возбуждает работу сердца, тонизирует сосуды, улучшает обеспечение организма кислородом. То есть это вещество не только психостимулятор, но еще и кардиотоник. Повышает тонус сердечной мышцы, чем стимулирует усиление сердечного выброса. Но еще и аналептик – стимулятор сосудодвигательного и дыхательного центров. В природе кофеин содержится в зернах кофе, какао-бобах, листьях чая, ягодах гуараны, лианы, растущей в Латинской Америке, орехах кола, плодов деревьев, растущих в Западной Африке. Для медицинских целей кофеин получают химическим путем. Какими полезными свойствами обладает кофеин? Кофеин оказывает на организм неоднозначное влияние. Многое зависит от количества его и исходного состояния организма. Чтобы кофеин оказывал только полезные свойства, когда его получают, употребляя кофе или чай, то следует придерживаться ограничений в виде 4-5 чашек в день и выпивать их в первой половине дня. Среди положительных качеств у кофеина следующее. Устранение практически сразу после употребления усталости и сонливости. Поэтому так распространено выпивание утром после сна чашечки кофе. При поступлении в организм стимулирует клетки головного мозга, в результате чего человек становится более внимательным и сообразительным. Может противостоять различным неблагоприятным ситуациям. Возрастает скорость реакции, движения становятся более четкими, правильными. При необходимости совсем не хочется спать, сохраняется умственная и физическая трудоспособность, что важно при ночных дежурствах. Сохраняются хорошее настроение, а деловые качества не изменяются даже несмотря на недосыпание. Повышается скорость основного обмена, что позволяет добиваться высоких результатов. Помогает в борьбе с ожирением, потому что аппетит снижается, а обмен углеводов и жиров ускоряется. Значит углеводы не превращаются в жиры, а жиры расщепляются, они откладываются в депо. Оказывает тонизирующее действие на сосуды, что помогает поддерживать кровяное давление. Уменьшает интенсивность головных болей, связанных с мигренью. Является одним из профилактических элементов в развитии возрастных изменений психики, то есть уменьшает возможность формирования деменции. Какое негативное воздействие на организм может оказывать кофеин? Кроме положительных качеств, что впрочем характерно для всего, у кофеина есть возможность оказывать отрицательное воздействие. На то, как влияет кофеин на организм, зависит не только от количества выпитых чашек кофе и съеденных натуральных шоколадок. В организме существуют особые гены, определяющие отношение к кофеину, то есть влияющие на активность фермента, расщепляющего кофеин. Количество данного фермента определяется также полом, возрастом, национальностью. Отрицательное воздействие может быть следующим. Развитием тревожного состояния, формирование зависимости, необходимости употребления все в больших дозах, бессонницей, депрессией, симптомом отмены, если не будет регулярного поступления в организм, сердцебиением и стойким повышением артериального давления, нарушением ритмичности сердечных сокращений, одышкой, расстройством деятельности желудочно-кишечного тракта, появлением тошноты, отрыжки, изжоги, диареи, боли в животе, формированием обезвоживания, нарушением водно-электролитных соотношений, появление дрожания конечностей и головы. Не следует применять кофеин, содержащие напитки, натощак. Это может привести к развитию гастрита и язвы желудка. Противопоказано употребление кофеина лицам с психическими нарушениями. Он может усилить симптомы психического заболевания и вызвать обострение его. Кофеин воздействует на организм далеко неоднозначно. Конечно, положительных качеств у него больше, но все же стоит с осторожностью относиться к продуктам, содержащим это вещество. Не следует злоупотреблять их применением.